Итак, ребята, идем дальше, а то мы давно закинули это, и все никак не можем добраться. Вот здесь я уже еще пометил баг, да, написать сначала лайки, сохранение, но тем не менее, давайте увидим форум, потом напишем сохранение и лайки. Это отдельные функции, то есть оно так и происходит, потому что на самом деле я специально так делаю, чтобы вы научились помечать и понимали. Мысль одна пришла, потом вторая, потом третья. Значит, ребята, и вам домашнее задание. Формы мы проходили. Опять открываете формы и полностью четко расписываете, что есть что. А я пишу код. Сложного ничего нету, все есть справки. Я хочу от вас увидеть полностью описание строк, строк, да, их request метод. Метод, ой, гадина, как это? Надо разобраться, будет избавиться от этого. Вставляет шаблон. Что-то какое-то я расширение не то добавил. Гад. Так, стоп. Сейчас мы... Так, смотрим. Ага, все понятно, понятно, понятно. Метод, вот, да, тут просто не надо было дев выбрать, все правильно, это шаблон. Нам надо сам метод. Вот, так будет правильно. Метод Значит, равен Пост. Вот эту вы строчку расписываете. Что это такое? Все есть в документации. Только что мы были там. Здесь сложного ничего нету. После контекста, видите, мы пишем. Теперь еще один маленький фрагмент. Смотрите. Джанго, мы уже с вами знаем, отображая страницы при помощи словарей. Поэтому все словари с Python, да, кто-то так любит, кто-то не любит. Мне очень нравится так делать. Он будет принимать, кроме своих методов, потому что все Джанго-методы, которые есть внутри, они тоже на словарях. То есть Джанго это будет 100% понимать. Поэтому мы создали свой словарь, который назвали контекст, чтобы нам было понятно, да. Ну, так принято. И пустой словарик. А далее мы уже пишем. Дальше. Выборка комментариев. То есть, как обычно, коммент кс, как принято, кэрюсет, что обозначает. У нас нет. Нет, почему? Потому что у нас будут еще ответы на комментарии, почему мы ставим ноны, да. Нет ничего пока. Чтобы оно не мешалось. Теперь мы берем, заполняем коммент форум. Коммент форум. Как раз потом мы дойдем до того момента. Сейчас мы откроем наш коммент с HTML и видим вот наш коммент форум. Но в данном случае у нас пока это переменная, ребята. То есть это не оно. Оно будет заполняться потом. Но просто я хотел, чтобы вы увидели, что мы начинаем уже потихоньку иметь отношение вот к этому вот классу. Коммент форум. Коммент форум. Мы ранее с вами делали форму. Форум. Вот наш коммент форум. У нас имеется поле боди, да. Я вам еще давал задания. Класс у нас модель коммент и филл с поля включено боди. Далее. Значит оно должно быть импортировано. Если не импортировано, то нам надо обязательно это импортировать. В данном случае коммент форум импортировано. Возвращаемся к нашему поддитель view. Поддитель. И вставляем нашу форму. Коммент форум. Не то. Коммент форум. Коммент форум. Ор. Ноны. И тоже объясняете. Это вам все домашнее задание. Все там есть. Только внимательно. Каждую строчку прокомментировать. Один раз понимать. Следующее. То, что мы с вами ранее тренировали, теперь применяем на практике. То есть теперь нам важна валидация. Берем переменную нашу коммент форум. И применяем метод и свалит. Мы с вами это уже делали. И свалит. Так как это метод, ставим скобочки. Двоеточие. Что делать? У нас на самом деле это представление будет очень длинное. Поэтому мы его будем писать еще не раз. Переходить к другим функциям. Возвращаться обратно. Поэтому привыкайте вот так работать. Чтобы понимать, что к чему. Я дал сейчас задание. Надо сразу его сделать и отписаться. Поехали дальше. Вводим переменную форму. Форма. Да, наша. И делаем запрос. Реквест. Вот с этим вы должны разобраться. В одном из видео я рассказывал. Но постарайтесь сейчас покопаться. Почему? Потому что с этим вечные проблемы. Что это такое? Три. Да, вот эти. Я когда. Вот смотрю. Да, иногда. Делаю так. Насколько народ знает что-то. И я сейчас скажу, откуда ноги растут вообще. Эта вещь встречается в Жанго очень часто. И люди, как правило, не знают, что это такое. То есть вы найдете кучу людей, которые задают одни и те же вопросы. Так вот, я хочу, чтобы вы попытались разобраться, что это такое. Вообще, откуда берется эта проблема? Проблема берется с работой с атрибутами. Вы знаете, сколько я не открывал. Класс здесь ни при чем. Но в классах легче всего отрабатывать атрибуты. Так вот, сколько я не открывал. Хотя здесь именно... Сейчас я вам помогу разобраться. Но вы будете сами копать. Так вот, в классах легче всего отрабатывать атрибуты. А этим никто не занимается. Да, там понимают наследование. Но на самом деле атрибутами надо отработать самым серьезным образом. Но это уже другая история. Значит, разберитесь, что в данном случае здесь реквест, что пост. Я сразу скажу, что пост, да, это атрибут. Но это атрибут чего? Это атрибут HTML библиотеки. И где он, вы бы разобрались, если бы всегда заглядывали документацию. Потому что если здесь, допустим, привести следующие вещи. Откроем, опять же, справку Джанга. Когда вы вначале, я говорил, изучали URL. Обратили ли вы внимание? Нам надо вообще зайти в диспетчер URL. Я не зря вам говорил первым изучить диспетчер URL. Возможно, вот на этот момент я не... Вот диспетчер URL.conf. Но если вы вначале диспетчера посмотрите и внимательно почитаете, да, не там, что, а именно внимательно, то мы обязательно здесь найдем следующие вещи. Мы найдем здесь в первых строках HTTP request. Если вы сейчас... Давайте попробуем здесь набрать. Ну, вот он. Да, то есть, вот это, когда изучали URL, возможно, я там вам конкретно не указал. Я уже не помню. Но сейчас говорю, вы к этому сейчас вернитесь. С этого вообще надо начинать. Вот URL и запрос-ответ. Здесь есть ответы, почему мы в функциях пишем request. То есть, и здесь же есть вот то, что я вам дал домашнее задание. Никаким образом не разберетесь, пока вы не поймете вот эту вот вещь. А здесь все написано. Смотрите, ребята. Вот здесь уже, да, расписано. Давайте я вам дам проще. Мы смотрим вверху документа. Вот здесь написано, что библиотека Django HTTP. Сейчас, секунду. Значит, что мы делаем? Мы можем к себе в Django залезть, но будет быстрее сделать следующее. Django исходный код. Найти HTTP и найти request. И вот здесь тогда становится, в принципе, все на свои места. Это именно то, о чем я говорил, ребята. Смотрите. Класс HTTP и request. И мы видим вот здесь атрибуты. Это я говорил, когда классы люди изучают, они очень мало внимания уделяют изучению атрибутов. А в принципе, это основное в классах. Есть вещи. Self-атрибуты. Те, которые должны быть отработаны и затерты. Да, чтобы все это было на автомате. На самом деле, теперь сразу, если мы так действуем, то есть работаем с документацией, я надеюсь, вы берете от меня этот опыт и делаете, то мы сразу видим, что пост, да, у нас это и есть атрибут, да, атрибут, который идет в методе init. Теперь еще один момент объясню, чтобы не отвлекаться, потом разберетесь, там дальше описано. Дальше мы здесь людей путает. Такой момент. Это именно касается Джанго. Что здесь мы не видим нигде сельф. Хотя в обычном классе мы бы делали сельф. Все дело в том, что Джанго очень крут. Вот, и если вы посмотрите, то мы видим керю дикт, то есть словароподобная библиотека. И вот разберитесь сами, наберите, что такое mutable true, да. И просто-напросто здесь есть ключ значения. Именно поэтому мы нигде не вводим сельф, да, просто сразу используем напрямую. Но это просто Джанго сделали. И вы понимаете, наверное, уже, что пост, вот сам вот этот атрибут, он просто описан, да. Но он не, он описан, но не имеет отношения, потому что если мы возьмем, допустим. Допустим, мы берем, то видим, да, что, ну это просто в Мазире документацию быстро искать. То пост это библиотека HTTP, стандартная библиотека HTTP протокола. Просто она здесь описана и работает. Но работает она именно как библиотека HTTP. Я вам уже почти помог разобраться. Теперь меня интересует такой момент. Вам ответить все-таки на вопрос, что, почему же здесь реквест. Ну, насчет пост мы разобрались и что это за гет. Откуда этот метод? Вот здесь я вам уже не буду подсказывать, покопайтесь. И это довольно просто. То есть вы увидите, что когда-то парень один пришел на индивидуальное обучение, говорил, сказал, вы знаете, вот в книге написано, что вот это делает то-то, то-то, то-то. Я говорю, вполне понятно, автор сам ни хрена не знает, поэтому он не объяснял. И оставил так, да, и большинство людей этот момент ни фига не понимает. Хотя все банально просто. И начинают гет, это какой-то там метод, а в джанго в каждом классе есть гет. Поэтому здесь надо разобраться и читать, что есть что. Давайте, дерзайте. Надо же вам что-то оставить, а то смотрите. И к чему мы делаем запрос? У нас это идет комментарий. А в комментарии в форме у нас, если мы посмотрели, у нас поле body, да? Значит, мы и делаем запрос к этому полю. А сам синтаксис, разбирайтесь, это не так просто, но и не так сложно. Теперь вы поняли, насколько важно работать с документацией и работать правильно. Вот это и есть система работы с кодом в действии, ребята. Поэтому, что сделали? Правильно. Тогда я его пустил, давайте догонять сейчас. Возвращайтесь к URL. И URL же у вас, как я говорил, четыре варианта. Они досконально изучены, да? Если не изучены, то так делаем. Бегом, пиздуем, валимся с ног. Ну, делаем мы это на автомате, ребята. Не шутите с этим. Не надо потом просто тыкаться, как котята. Договорились. Возвращаемся, в общем, к URL. Оттуда переходим, как я перешел, request response разбираем. И здесь самое еще важное. Сейчас вам надо сделать две вещи. Вы будете знать, где найти. И, кроме этого, в командной строке в Юпитере лучше проделать все это. Это работа с заголовками. Все, что есть в коде, что есть возможность проделать. Вот, смотрите. Мы можем со страницами. Попытайтесь это проделать. Но сейчас самое главное просто знать, что это есть. Почему? Потому что потихонечку потом будет доходить. Вот это carryDict, который я показывал в исходниках. Вот он, объект. И здесь все расписано. GetPost запросы. И как это работает. Похожий на словарь класс, настроенный для работы с несколькими значениями одного и того же ключа. Это необходимо, потому что некоторые элементы HTML, когда есть выбор, могут передавать несколько значений одного и того же ключа. И вот здесь carryDict отображается requestPost, а также requestGet. Но пост это формы, get это строка. Но этого, я надеюсь, вы уже знаете, потому что я про это вас отправлял. И далее, посмотрите, вам еще важный момент. Здесь же есть примеры. Примеры. Примеры, да? Которые нам надо посмотреть. Сейчас нас касается в данном элементе. Здесь приводятся сами методы. Сейчас я вам скажу, что нам надо сейчас. Вот здесь ранее встречался их request, да? Когда юзер, когда автофикация идет и так далее. Но сейчас еще один момент расскажу, покажу. Смотрите, request надо отработать. Сейчас у вас не получится его изучить полностью. Но если мы сейчас вот что сделаем. Вот наше, да? Реквест метод пост. Строка, представляющая метод используется в запросе. Это гарантийно в верхнем регистре, например. То есть, используется в верхнем регистре. Это, понятно, текущую кодировку. И так далее. Все здесь рассказывается. Вы прочитаете и поймете. А вот смотрите, теперь, когда мы переходим к документации. И опять же, идем, допустим, во вьюху. Да? Вьюха. И здесь опять видим request, да? И обязательно опять читаем. Нам надо по request все это собрать в голове в единое целое. Потому что пошло от URL. И в любом случае, смотрите, ведь джанга банально просто работает. По сути дела, что происходит, что делает джанга? Запрос-ответ. Запрос-ответ. Послал человек, нажал ссылку, как я сейчас документацию. Пошел запрос на сервер. Сервер ответил, отобразил страницу. Не было бы страницы, прислал бы 404. То есть, я к чему веду, ребята? Что вам надо четко разобраться с запросом-ответом. Это предыдущая страница, где мы были, да? И постарайтесь поискать в интернете, почитать документацию. Но у вас должно быть четкое понимание. Вот именно поэтому и вы найдете ответ, да? Я вас во вьюху привел. Что почему пишется request? Потому что в любом случае, ведь логично все, на самом деле, настолько логично и просто, что сам по себе аж с первой квест, здесь можно почитать, он же что делает? Он посылает запросы, либо и получает ответы. Запросы через форму, запросы через строку браузера и другие. Коки и так далее, и так далее. Мета, файлы и так далее. Но в любом случае, URL, когда мы встречаемся, функции, когда мы, методы, то все идет везде. Мы пишем request, request, request. То есть, почему мы пишем? Вот если вы соедините все это в голове, вот как мы с вами ходили, то вы все ответы получите. Но тут уже дальше на халявку не рассчитывайте. Я все-таки вам оставляю вот эту вещь, да? Почему она третья, что она делает и откуда это взялось все? И откуда взялось, да? Вот это вам надо тоже ответить на вопрос. Но видео длинное, продолжим в следующем. Пока хватит. То есть, загрузила вас по полной. И у вас все получится, ребят. Никуда вы не денете, будете писать. Только надо разбираться досконально. И я надеюсь, услышали все-таки, когда будем проходить классы, мы просто затрем атрибуты до дыр.